Открытая студия Здравствуйте, друзья! Задача правительства – рационально и эффективно использовать эти ресурсы. Следующая новость. В социальных сетях опубликованы фото и видеоматериалы о мероприятиях, которые состоялись в мурманских ночных клубах в минувшие выходные. На них заметно, что в заведениях нарушен масочный режим, правила социальной дистанции и 70-процентной заполняемости зала, а также, вероятно, режим работы. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поручил провести по этому поводу проверку и наказать нарушителей. Также всем муниципальным штабам поручено усилить контроль за работой ночных клубов, пабов, ресторанов и кафе. И еще одна новость. Мурманчане смогут принять участие в шестом Большом этнографическом диктанте. Мероприятие пройдет онлайн с 3 по 7 ноября и приурочено ко Дню Народного Единства. Цель диктанта – оценить знания о народах России и привлечь внимание к вопросам межнационального мира и согласия. Задание появится на официальном сайте диктанта в 0 часов 1 минуту 3 ноября. Для прохождения нужно будет нажать кнопку «Пройти диктант». Что ж, с новостями все. Переходим мы к нашей беседе, к нашей открытой студии. Тема сегодня очень интересная, обещает быть разносторонней. Вообще вопрос очень серьезный. Мы сегодня обсуждаем экстра-корпоральное оплодотворение «Мифы и реальность». Многие это слово знают в сокращенном виде «ЭКО», так более понятно. Напомню, наша программа выходит в прямом эфире. Это значит, каждый из вас может присоединиться к нашему разговору, высказать свое мнение по тематике нашей сегодняшней беседы, задать вопрос гостю. Для этого можно позвонить по телефону 99-45-45, и вы окажетесь сразу в прямом эфире. Также, если вы хотите с нами связаться, но не хотите звонить, можно с нами пообщаться в наших мессенджерах «Телеграм» и «Вайбер», привязанных к номеру 7-921-708-2006. Пишите нам туда, уважаемые телезрители и радиослушатели. Ну а мы, конечно же, начнем. Тема бесплодия всегда была очень сложная для пар. Такой вопрос серьезный, очень интимного характера. Где-то рушились из-за этого семьи, где-то не хотели люди прекращать свой род, люди уходили к другим партнерам. Это все было очень сложно. Но сейчас, благодаря развитию науки, есть выход из ситуации этой «ЭКО». Процедуре уже много лет, но до сих пор о ней очень-очень много, вокруг нее очень много мифов, и сегодня мы все-таки обязательно развеем некоторые из них, скажем, что правда, а что вымысел. Александр Валерьевич, я предлагаю все-таки начать с такого общего и простого вопроса. Объясните простыми словами для людей, которые не связаны с медициной, которые не работают докторами, а просто, возможно, хотят стать матерью, хотят стать родителями. Что такое ЭКО? Ну, для начала хотел бы сказать, что вы абсолютно правы в том смысле, что эта проблема давным-давно была и решается уже более 50 лет. Первый ребенок, рожденный с помощью экстракорпорального оплодотворения, появился на свет в далеком 1978 году в США. То есть вообще этой методике более 45 лет. И на сегодняшний момент мы можем говорить, что в мире более 5 миллионов людей, рожденных с помощью этой методики экстракорпорального оплодотворения. Это хорошая такая цифра. Это большая цифра, это население Санкт-Петербурга, если так можно сравнить. Поэтому сейчас, в настоящее время, это уже не диковинка экстракорпорального оплодотворения. Во всем мире, в том числе в России, оно широко используется, и все больше детей появляются с помощью этой методики. Если говорить вкратце, то репродуктивная система человека – это такая достаточно сложная система, и на любом, на разных этапах этой системы возможны нарушения. Сбои. Да, сбои. Так вот, репродуктивные технологии, к которым я относится, экстракорпоральное оплодотворение, помогают в лабораторных условиях решить эти вопросы. То есть, проще говоря, в естественном цикле у женщины созревает одна яйцеклетка, в рамках экстракорпорального оплодотворения мы с помощью медицинских препаратов стараемся вырастить большее количество яйцеклеток, чтобы получить более здоровые яйцеклетки, и, соответственно, чтобы больше была возможность оплодотворить их уже в рамках лабораторных процедур. После оплодотворения, то есть, сначала на первом этапе выращивания яйцеклеток, потом эти яйцеклетки пунктируются, то есть, забираются у женщины. Затем в эмбриологической лаборатории соединяются мужские и женские половые клетки, получается эмбрион, и затем этот эмбрион переносится в полость матки женщины, и женщина благополучно беременна. Почему говорю благополучно? Потому что в настоящий момент эффективность ЭКО достигает 50%. Это большой показатель, да? Это показатель очень большой, и со временем... То есть, ЭКО, я еще раз говорю, на заре, скажем так, времени появления этого метода, и сейчас это две большие разницы. То есть, изменились технологии, изменились культуральные среды, изменилось оборудование, то есть, сейчас ЭКО, еще раз говорю, это достаточно успешный метод решения вопросов бесплодия. Наверное, на первых этапах благополучный исход был в гораздо меньших процентах, да? Конечно, конечно, вы правы, да. То есть, если мы говорим о естественном фертильном цикле женщин, то эффективность, ну, вернее, частота появления беременности в естественном цикле не более 20-25%. То есть... То есть, тут еще и больше в два раза. Конечно, конечно. Мы об этом и говорим, что она больше раз, плюс мы решаем многие проблемы, которые у женщины вообще могут не позволить получить беременность. Вот сейчас мы к этому, конечно, перейдем. Вообще, ЭКО можно сделать только если один из партнеров бесплоден, или даже если у них обоих есть проблемы, все-таки существует шанс стать родителями счастливыми. Ну, сейчас мы все больше и больше, и чаще и чаще говорим, что мужчинам тоже нужно обращать внимание на свое репродуктивное здоровье. И мы сейчас говорим не о бесплодной женщине, а мы сейчас говорим о бесплодном браке. Потому что 30% бесплодия – это проблемы со здоровьем у женщины, 30% – это проблемы со здоровьем у мужчин, и около трети – это совместные проблемы. Поэтому обследовать мужчину нужно, лечить мужчину нужно. И по секрету всему свету скажу, что первично, первично нужно обследовать мужчину. Потому что это дешевле, проще и абсолютно безболезненно, в отличие от обследования женщины. Александр Валерьевич, вы только что развеяли миф о том, что если не рождается ребенок, значит, виновата женщина. Или как минимум в большей части случаев виновата женщина. Получается, что 50 на 50. Да, в семье все поровну, и в данной ситуации тоже самое. Проблемы мы все делим пополам. И наука говорит нам именно об этом, что мужчины в равной степени ответственны за репродуктивные проблемы, так же, как и женщины. К сожалению, многие мужчины до сих пор так не считают, и все проблемы пытаются сваливать на свою вторую половинку. Ну вот, правда. Вообще, что считается бесплодием? Это же не значит, что вы вступили в брак, в первый месяц нет беременности, и вот вы бесплодны. Это какое-то время должно пройти? Год, да? Вопрос, на самом деле, очень хороший и актуальный. Когда мы можем говорить о том, что пара бесплодна? Мы можем говорить спустя один год после начала регулярной половой жизни и отсутствия беременности. То есть, если в течение года партнеры не могут получить желанную беременность без контрацепции, то мы можем уже говорить о бесплодии. Но здесь маленькая оговорка. У женщин более 35 лет мы говорим о том, что этот срок мы уменьшаем ровно в два раза в шесть месяцев, потому что репродуктивный потенциал женщин, ну, скажем так, более зрелого возраста после 35 лет, он уменьшается с каждым годом. Все-таки часики тикают? Часики тикают однозначно, и у женщин, к сожалению, они тикают быстрее, чем у мужчин. Поэтому женщинам, ну, женщины вообще по сути своей должны быть более ответственны, да? Приходится. Да-да-да, поэтому женщинам нужно озаботиться о своем репродуктивном потенциале до 35 лет как минимум. Еще вот вы, отвечая на прошлый вопрос, сказали, что там 30% что-то с женщиной, так 30% с мужчиной и вот 30% еще вместе. То есть, в других семьях они могли бы завести детей, а у них двоих не получается? Это не стыковка какая-то? Что это значит? Нет, нет, я говорил о том, что в 30% есть проблемы и у мужчины, и у женщины в одной паре, в одной семье. И именно сложившись вместе эти проблемы не дают забеременеть женщине. Да-да-да, совершенно верно. Есть ли какие-то диагнозы, при которых даже ЭКО не поможет? Слушайте, этих диагнозов сейчас крайне мало. К счастью. Да, и ЭКО – это небольшая часть вообще репродуктивных технологий, вспомогательных репродуктивных технологий, к которым относятся и донорские программы, и суррогатное материнство и так далее, и так далее, и так далее. Вот, поэтому репродуктивные технологии могут получить… Ведь у нас самое главное в использовании репродуктивных технологий – это получение результата. Конечно. Мы хотим ребёнка. Поэтому я вот в данной ситуации наших слушателей призываю к тому, чтобы мы не искали крайних и виноватых, не обследовались годами, не лечились годами, потому что, как вы говорите, часики тикают. А после одной попытки, или после года безуспешных попыток забеременеть, мы обращались к специалистам, врачам-апширам-гинекологам или к врачам-репродуктологам, которые есть и на территории города Мурманска. У нас есть два центра репродукции, о которых мы потом расскажем. Обязательно, да. То есть, чем раньше, тем лучше, тем больше шансов решить проблему. Совершенно верно, да, совершенно верно, потому что, опять же, вы сказали в самом начале программы, помимо того, что бесплодие – это демографическая проблема, это ещё и проблема социальная и проблема семейная. Из-за этого распадаются семьи, и мы об этом знаем. И поэтому нужно просто набраться сил, набраться духу, да, и пойти и решить этот вопрос. Причём, ещё раз говорю, эффективность этих технологий, она всё выше, выше и выше. Время бежит нещадно, ещё есть до рекламы время. Конечно, я хотела бы некоторые мифы. Или не мифы это. Есть мнение такое, что дети, рождённые с помощью ЭКО, более болезненные, чем зачатые естественным путём. Правда, нет? Ну, это, конечно, абсолютный миф. Никакой медицины его не подтверждается. Мы говорили, что более 5 миллионов людей уже родилось с помощью ЭКО. И есть такой факт, что первая девочка, рождённая с помощью ЭКО, в 2006 году стала мамой обычным естественным путём. То есть ей не потребовались никакие технологии репродуктивные. То есть она была обычной женщиной и выполнила свою репродуктивную функцию. Это был мой следующий вопрос про то, что дети, рождённые через ЭКО, сами бесплодные потом, ну, когда уже вырастают. Тоже неправда. Конечно, нет. Конечно, нет. Потому что, опять же, мы в программах ЭКО работаем с теми же половыми клетками, человеческими, и в тех же средах стараемся, да, в которых это идёт в естественных условиях организма. Поэтому, по большому счёту, эти люди, ну, ничем вообще генетически, физиологически не отличаются абсолютно. Более того, беременность происходит в эмбрионах, происходит у мамы, в матке, в естественных путём. А вы можете коротко объяснить, на каком этапе тогда сбой вот у тех людей, которые могут забеременеть с помощью ЭКО, но не могут забеременеть естественным путём? Где здесь проблема? Проблема может быть, ну, первично, конечно, это половые клетки, то есть не созревают яйцеклетки. Это первая проблема, да. А вторая проблема – это фактор самого плодовместилища, то есть проблемы и болезни матки. Это миома матки, эндометриоз, воспалительные заболевания какие-то и так далее. Ну и третья большая проблема – это проблемы маточных труб. Это то место, где соединяются мужские и женские половые гометы. То есть вот все эти три вопроса решает ЭКО. То есть даже при таких же проблемах, при ЭКО, ребёнка можно выносить? Совершенно верно. Чем больше мы разговариваем с нашим гостем, тем больше у меня появляется вопросов. Мы приверёмся на небольшой рекламный перерыв, покинем вас буквально на две минуты, потом продолжим наш интересный разговор. Советую не переключать «ФМ-волну» и ваш телеканал. Реклама Я сказал, для людей, которые даже не связаны с медициной, теперь они тоже поняли, что это за процедура такая. Во второй части нашей программы мы перейдём к вопросу, как же решается проблема ЭКО и как эта процедура проводится на территории нашего региона. Как здесь обстоят дела? Да, друзья. Ну, Мурманская область в части бесплодия, в части репродуктивных проблем у женщин, по большому счёту, ничем не отличается от Российской Федерации. И мы в настоящий момент можем говорить, что около 15% супружеских пар по тем или иным причинам бесплодны. И в Мурманской области число бесплодных супружеских пар по самым минимальным подсчётам достигает 4000. Поэтому актуальность лечения бесплодия на территории Мурманской области, она, конечно же, высока. И ежегодно в рамках обязательного медицинского страхования проводится более 400 циклов ЭКО. То есть бесплатно? То есть бесплатно, совершенно верно. На территории Мурманской области работает в настоящий момент два центра репродуктивных технологий. Один достаточно известный, давно и успешно работающий центр в больнице имени Пирогова. И новый центр, который открылся год назад в рамках государственного частного партнёрства правительства Мурманской области и компании Гранд Мед Санкт-Петербургской. Это центр репродукции Embrylife Мурманской. Как раз про него мы сейчас будем говорить. Уважаемые наши телезрители видят, что на столе лежат у нас такие брошюры как раз Embrylife. И много информации здесь полезной есть. Для наших радиослушателей просто скажу, поверьте мне на слово, что эти брошюры есть, информация здесь есть. И сейчас мы подробно расскажем, что это за центр и как туда попасть. Как давно работает центр? Центр работает с 20 июля 2020 года. Так получилось. И основная идея этого центра – приблизить специализированную помощь в части репродуктивных технологий, санкт-петербургскую, к нашим северянкам. Как раз туда часто и ездят наши женщины. Совершенно верно. Основной вопрос, который мы решали и почему этот центр вообще открылся, в том, что, как я сказал, из 400 циклов ЭКО, более 90% у нас проводится за территорией Мурманской области. То есть наши северянки едут в город Москву, в город Санкт-Петербург, тратят там деньги на проживание, на какие-то бытовые условия и так далее и тому подобное, проводят в другом городе более месяца. Да, это серьезные затраты. Поэтому, да, люди начали говорить, нельзя ли сделать такой же качественный центр репродукции, но чтобы этот весь цикл ЭКО и отлучка из города Мурманской, и разлука с семьей, и финансовые проблемы, ну, как бы меньше ударяли по семье. Поэтому было принято решение открыть центр репродукции Embrilife, который работает по так называемой транспортной схеме. На самом деле это не, никто не изобретал велосипед, это легитимная медицинская технология, которая используется, ну, скажем так, небольшими территориальными образованиями, то есть небольшими областями, да, как Мурманскую область, например, как Карелия, там, как Архангельская область и так дальше. То есть вся технология транспортной схемы, большую часть времени, большую часть цикла пациентки наши проводят на территории Мурманской области и не отлучаются от своих семей. А на эмбриологический этап, такой наиболее ответственный, где очень важно именно качество лабораторных исследований, качество эмбриологической поддержки, они уезжают в Санкт-Петербург. И в настоящий момент они там проводят не более пяти дней. То есть вместо месяца меньше недели. Вот. Поэтому это вот основная идея центра Эмбриолайф Мурманск, то, что вы можете записаться на консультацию здесь, в Мурманске, пройти подготовку здесь, в Мурманске, начать цикл ЭКО здесь, в Мурманске, уехать на эмбриологический этап в Санкт-Петербург на пять дней и вернуться под наблюдение, опять же, в Мурманск. Вот. Поэтому вот такое вот удобство, как мне кажется. Расскажите нам, пожалуйста, но есть у нас уже в Эмбриолайф рожденные дети? Да, я могу похвастаться или порадоваться, что за год работы центра Эмбриолайф Мурманск проведено более 150 циклов ЭКО. Результативность именно центра Эмбриолайф Мурманск составила 43%. То есть, и если мне не изменяет память, 73 беременности получили наши северянки вот в этом центре Эмбриолайф Мурманск в рамках обязательного медицинского страхования, то есть бесплатно. Откуда ехали к пациентке? На самом деле, большая часть это мурманчанки, но все больше и больше о центре знают и за пределами города Мурманска. Это были и из Кандалакши пациентки, и даже одна пациентка была из Аллакуртии. Это наш далекий-далекий военный городок, поэтому, ну, опять же, одним из задач нашего сегодняшнего эфира, это проинформировать наших друзей, наших северянок о том, что такой центр есть, и вы можете им пользоваться, опять же, еще раз говорю, бесплатно в рамках обязательного медицинского страхования. Ну, кто сейчас это услышал, подумает, ну, бесплатно, значит, там будет много времени тратиться там на проверку, а подхожу ли я под него, ой, наверное, это будет все долго. Расскажите, долго ли это? Как вам попасть и сколько времени занимает? Смотрите, в центре работает врач-акушер-гинеколог-репродуктолог, врач-уролог, есть кабинет ультразвуковой диагностики, то есть большую часть обследования, такого минимального и первичного, можно пройти сразу в центре. В центр попасть очень просто, либо по направлению врача женской консультации, либо по телефону колл-центра, так называемая самозапись. То есть любой житель Мурманской области может позвонить самостоятельно в колл-центр Эмбри Лайфа и записаться на консультацию. А на консультации скажут, ваш ли это пациент? Совершенно верно, да, совершенно верно. То есть на консультации скажут, да, вы подходите под требования цикла ЭКО, определенные рекомендации дадут и, опять же, примут на этот цикл ЭКО, опять же, в этот центр Эмбри Лайф. Поэтому все намного проще, чем кажется. А есть такие уже северянки, которые пришли к вам и сказали, вот, думали, что придется куда-то ехать далеко, надолго, а вот получилось так, что теперь близко это в Мурманске и ехать всего на 5 дней? Да, 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 конечно. Которые оценили удобство? Вот мы про те 150 циклов, которые я сказал, это именно те северянки, которые именно по транспортной схеме, скажем так, получили лечение. То есть эти вот 150 человек, 150 женщин, которые ездили только на 5 дней в город Санкт-Петербург. Ну, я здесь не могу не спросить, а вот эти переезды никаким плохим образом не скажутся на здоровье женщины, которая в этот момент как раз беременеет? Я не случайно сказал, что мы не изобретали велосипед, а взяли уже готовую медицинскую технологию. То есть эта медицинская технология уже опробована, использована и уже давным-давно используется, в том числе не только в России, а за рубежом. Причем она, как часто такое бывает, пришла к нам из-за рубежа. Поэтому нет никаких доказанных, ну, скажем так, осложнений, проблем, связанных вот с этими переездами, их не существует. Но опять же, я хочу сказать, что у нас, конечно, сегодня задача нашей передачи не рекламировать Эмбрилайф, а мы говорим, что у наших северянок есть выбор, есть право выбора. То есть вы можете поехать в Санкт-Петербург, вы можете поехать в Москву, вы можете остаться в Мурманской области и получить лечение в клинике Пирогова, либо вы можете получить лечение в клинике Эмбрилайф. Самое главное – это выбор, который есть у нас, как у пациентов и как у потребителей медицинской услуги. Выбирать нам. Не так много времени у нас остается, я хочу еще несколько мифов таких, или не мифов, обсудить с вами. Как наблюдаются беременные? Это другое наблюдение, которое забеременели способом ЭКО? Некоторые думают, что постоянно ты лежишь все эти 9 месяцев в центре? Или это как-то все так проще? Нет, 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 конечно, это намного проще. Скажем так, в настоящий момент в России около 1% беременностей получены посредством ЭКО. Эти женщины не наблюдаются в какой-то специальной женской консультации, не получают какие-то специальные лекарства. Это, еще раз хочу сказать, что это обычная беременность, обычная беременность, только полученная необычным способом. Вот и все. Бывает ли, что после рождения ребенка ЭКО потом женщина рожает обычным способом? Да, такие случаи бывали. Чаще всего, конечно, это связано с мужским фактором бесплодия. То есть мужчина по какой-то причине либо занялся своим здоровьем, излечился, и, соответственно, получилась обычная естественная беременность. Буквально 30 секунд до конца эфира у нас остается. Я хочу предоставить слово вам. Все-таки напомните женщинам, что бы вы хотели сказать, чтобы они поспешили, и вот про возраст, который имеет значение для рождения детей. На самом деле, хотел сказать, что первое, друзья, северянки, не надо ждать какого-то длительного чуда, которое случится само собой. Если вы в течение года не можете замеременеть, обращайтесь, пожалуйста, к врачу-акушерогинекологу, репродуктологу. Благо, у нас есть куда обратиться. Это первое. Решение о переходе, скажем так, к более серьезным методам лечения, а именно ЭКО, тоже должно происходить проще. Потому что проблема бесплодия, которая усугубляется в семье, она может усугубить и семейные, ну скажем так, сами семейные проблемы. Поэтому, опять же, пользуйтесь тем, что нам предлагает государство, это бесплатно, и, пожалуйста, выбирайте, это и есть выбор у нас. На этом открытая студия завершается, и сегодня ее для вас провела я, Екатерина Богданова, а в гостях у нас был Александр Залесный, заместитель главного врача по акушерству и гинекологии Мурманского областного клинического многопрофильного центра. Александр Валерьевич, спасибо вам за такую содержательную беседу. Спасибо вам, до свидания. Открытая студия